Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Об итогах недели поговорим в ближайшие полчаса. Смотрите в выпуске. От Днепра до Ямахи по улицам города в Деньги БДД проехал ретро-парад авто. Снаряд для Солодчи в заповедном микрорайоне начали чистить реку. Дети Белого Аиста, Гоша и Руслана, подарили питомнику новое потомство. 3 июля – день образования службы ГАИ ГИБДД. В этом году ведомству 86 лет. Для рязанцев сотрудники госавтоинспекции подготовили несколько мероприятий, например, выставку ретроавтомобилей и ретроавтопробег. Сегодня с самого утра Рязань погрузилась в воспоминания. Госавтоинспекция в свой профессиональный праздник вывела на улицы города целую колонну своей ретро-техники. В Веренице более 14 авто, включая мотоциклы, раритеты пожарной охраны и медслужбы. Большая часть парада – вполне себе боевые машины, только из разных эпох. Сейчас, конечно, это экспонаты музеев и коллекции авто. Но, как говорят специалисты, еще ого-го. В данный момент представлено сколько мотоциклов? Днепр, Ямаха, БМВ, 1939-й довоенный год. Он соответствует форме 1936 года. Это «Одиночка» ГАИ и самый распространенный, который в СССР был – это «Урал с коляской». Все они имеют отличительные особенности, эти мотоциклы. Но самая главная отличительная особенность слева направо – это Днепр, у которого было всего изготовлено 22 единицы. Сергей Волков по специальности историк. В его коллекции полтора десятка ретро-мотоциклов, которые он восстановил лично. Говорит, что любовь к технике ему привили еще в детстве, со школьных годов. Оттуда же и страсть к реставрации мототехники. В моей школе, родной, которой я 10 лет отучился, 47-й, были и уроки вождения водительского, и авторемонтный завод практика была у пацанов 2 года, где мы наравне с рабочими работали. Ну, отсюда все дальше пошло. То есть, какая-то любовь к технике привили, да, ну и, соответственно, так у большинства. Это третий подряд фестиваль, к каждому году он растет. В этом году у нас общий девиз – 03, 02, 01, поехали. Это значит, что у нас представлена скорая, пожарная охрана и милиция ГАИ. Парад техники ГАИ приурочен к дате – 86-летию образования ведомства. Сейчас интенсивность движения на порядок выше, даже поздней советской эпохи. Машин все больше. Задачи инспекторов теперь стали шире. В этом году ГАИ празднует 86-летие со дня ее образования. От 3 июля мы ежегодно отмечаем этот праздник. И, конечно, сегодня мы в третий раз подряд смогли собрать свой выставку, парад ретро-техники ГАИ и других экстренных служб. Сегодня к нам приехали транспортные средства не только из Рязанской области, но мы пригласили друзей и из Москвы, и из Московской области. Все они приехали со своими уникальными раритетными автомобилями, которые предоставляют различные службы. Сотрудников госавтоинспекции поздравил начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор Владимир Алай. Инспекторам ГИБДД вручили награды, грамоты и благодарственные письма. После завершения автопробега ретро-экземпляры разъедутся по своим гаражам. А их владельцы уверены, что не навсегда. Машины еще не раз проедут не только по улицам Рязани, но и другим городам. Конечно же, при должном за ними уходе. Герман Гущин, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». В Рязани начали комплексно очищать реку Солодчи. Течет она, можно сказать, в заповедном уголке. Наслаждаются ею жители одноименного микрорайона «Эксклава». Жалоб на грязную воду в последнее время стало все больше. Земснаряд на Солодчи появился в том числе из-за этого. Контроль за качеством работ взяла на себя природоохранная прокуратура. Мы находимся у реки Солодча, вдоль берегов которой гулял сам Константин Георгиевич Паустовский. Он описывал ее так, я зачитаю. Солодча – извилистая неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи изей. Вода в Солодче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут суровой. Неизвестно, что бы написал Паустовский сейчас, учитывая, как выглядит речка. Но вот этой самой машиной обещают воду ее расчистить. Маленький земснаряд пока стоит без дела. Участок этот называется условно второй площадкой. Работы же ведутся на первой. Задача такой машины – убрать ИЛ со дна и привести в порядок прибрежную зону. В этом году стоимость работ почти 70 миллионов рублей. В следующем добавят еще 46. Расщедрился федеральный бюджет. Контроль за природоохранной прокуратурой. Нарушения есть. Было установлено, что к началу нерестового периода работы на объекте велись. В связи с недопустимостью ведения работ в Русской реке в период нереста, это до 10 июня, природоохранной прокуратурой подрядчику было объявлено предостережение о недопустимости ведения работ в указанный период с целью недопущения негативного воздействия на водные биологические ресурсы. После грозного оклика прокуратуры подрядчик расчистку временно приостановил и организовал две площадки для складирования грунта. Сейчас здесь вовсю достают затопленную древесину. Заинтересовалось ведомство этим подрядом, кстати, не просто так. Это уже вторая попытка расчистить Солочу. В прошлом году, как заявила министр финансов региона Марина Наумова, подрядчик не справился. Но какие-то деньги все равно получил. Сейчас нашли нового. Денег даже добавили. Нацпроект все-таки. Очистку, согласно паспорта объекта, должны завершить в ноябре. Впрочем, здесь есть нюанс. На следующий год финансирование тоже есть. Так что ноябрь, вполне вероятно, дата не конечная. Осваивать деньги здесь, видимо, будут до последнего. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Рязанская администрация возобновила практику приемов жителей в формате одного окна. Без предварительной записи. Речь идет о руководителях подразделений городского хозяйства. Мы обязаны идти к жителям, отталкиваться от их интересов и удобств. Задачу идти к людям, взаимодействовать, ставит перед администрацией. Временно исполняющий обязанности губернатора Павел Викторович Молков. Написал на своей страничке в соцсети мэр Елена Сорокина. Первая такая встреча прошла на базе приемной ТОСа в поселке Мирный и Напрудный. Жители обращались с проблемами дорог, работы управляющих компаний, опиловки веток, освещения, уборки мусора. На очереди другие районы. Анонсы приемов будут публиковать на сайте Рязанской администрации. Обращались мы в Управление энергетики ЖКХ по вопросам постановки центрального водопровода на баланс. Необходимо нам это было, так как водопровод уже старый. Наш вопрос решился. Документы все наши посмотрели. И сказали, что в ближайшее время вопрос будет решать положительно. С 1 июля вступают в силу изменения в законе о биологической безопасности. По новым правилам организации будут обязаны уведомлять власти о своих исследованиях в этой области. Кроме того, работать гидом или экскурсоводом в стране смогут только граждане Российской Федерации. Они будут обязаны пройти специальную аттестацию. О других изменениях расскажем далее. Июль месяц избавления от бюрократических проволочек. Все переходит в электронный формат. Например, при посещении поликлиники теперь не обязательно будет брать с собой полис обязательного медицинского страхования. С 1 июля вместо него достаточно будет предъявить документ удостоверяющей личности. Бумажные медполисы уходят в прошлое. В скором времени их заменят электронные. А людям уже не обязательно самостоятельно выбирать страховую организацию и писать различные заявления. Теперь это дело территориальных фондов ОМС. Срок оформления паспорта теперь не должен превышать 5 рабочих дней с момента приема документов. Причем срок выдачи корочки не зависит от места жительства гражданина, а также его фактического проживания или обстоятельств замены документа. Кроме того, с июля на учет по месту пребывания или жительства можно встать в любом регистрационном органе в пределах муниципального района. Как, впрочем, и через портал госуслуги. Специалисты по вопросам миграции должны зарегистрировать человека по месту жительства или пребывания в течение 6 дней. С 1 июля вступает в силу поправки федеральный закон об исполнительном производстве, согласно которым должники теперь смогут написать заявление о сохранении прожиточного минимума от списания и подать его напрямую в кредитную организацию, даже в том случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Таким образом, на счетах должника будут оставаться средства, защищенные от списания за долги, а люди в трудный жизненный период не останутся без копейки. При наличии исполнительного производства защитить от списания прожиточный минимум можно, обратившись к судебному приставу. Что же касается самих кредитных организаций, то с 3 июля у клиентов банков появляется право на полную информацию о займах. Вступает в силу изменения в федеральный закон о потребительском кредите. Банки обязаны указывать в кредитных договорах определенное количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой и минимальную гарантированную ставку. Указывать это представители кредитных отделов будут обязаны на первой странице договора. В России вводят государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки. Специалисты будут исследовать урожай во время его уборки в месте выращивания. Перечень свойств, которым должен соответствовать продукт, утвержден Минсельхозом. Под пристальным надзором теперь вид зерна, его потребительские свойства, а также место, где формировалась партия продукта. Эксперты будут проводить мониторинг для получения достоверных данных об этой сельхозпродукции. С 1 июня в Рязани открылся купальный сезон. В городе оборудовано 5 пляжей и на каждом дважды в месяц проводится инспекция, чтобы посещать их было приятно. Пусть пляж на Ореховом озере и открывается лишь в 11, посетители раскладывают свои лежаки чуть ли не с первыми лучами солнца. Вместе с ними на пляже появляется и гость не совсем обычный. Его интересует не вода, а как раз само место отдыха. Это Владимир Воронцов, консультант отдела административно-технического контроля аппарата администрации. Дважды в месяц он проверяет благоустройство пляжей города, чтобы людям было комфортно здесь отдыхать. В первую очередь, конечно, смотрим на благоустройство, чтобы людям было удобно подойти, подъехать и находиться на пляже. Это имеется в виду и кабинки, чтобы были, где можно было раздеться, удобство, я имею в виду туалеты, чтобы были контейнерные площадки, урны очищены. Это вот основное. Сегодня с утра Ореховое озеро, вчера три Барковских карьера. Замечаний нет. Пока. Фотографии как раз это и подтвердят. Они будут храниться в базе до следующей проверки. А штраф внушительный. Даже за мусор. Называется статья «Нарушение правил благоустройства». Для физлица штраф 5000, для юридического – до 200. Поэтому за благоустройством следят пристально. Работы здесь проводятся практически круглосуточно. Есть определенные регламенты на работы по уборке, покос травы, вывозу мусора, откачке туалетов. Но персонал находится круглосуточно на пляже. Уборка проходит в перманентном режиме. Мы практически постоянно опустошаем урны, собираем какой-то мусор, чтобы это все ветром не разносило по территории. На Барковских карьерах работа кипит практически с 9. Пляж там открывается в 10. На Ореховом озере чуть позже. Оранжевый флаг, который означает, что пляж работает полноценно, здесь вывешивают в 11. Без 20 начинают работу спасатели и медицинский работник. Проверяется комплектность постов, выставляется оборудование для организации спасательного поста. Это лодка, спасательный жилет, круг. Проверяется наличие буйков на воде. И осматривается визуально акватория, нет ли каких-то опасных предметов. Как коряк, пней или стекла, визуально, что мы можем убрать, все это убирается. А как свои обязанности выполняет пляж, контролирует инстанция другая. Чтобы люди отдыхали с комфортом на чистых и благоустроенных территориях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 46-й торжественный выпуск молодых специалистов для уголовно-исполнительной системы состоялся на этой неделе. Путевку в жизнь получили более 200 юношей и девушек. Выпускной бал в военных вузах – это всегда красивый и зрелищный ритуал. В этом году стены родного вуза покинули выпускники из 66 регионов страны. Диплом с отличием выдан 23 счастливчикам. Юлия Мэйер совсем недавно была на приеме президента России в Кремле. И уже сегодня у нее мероприятие не менее ответственное. В Академии ФСИН России выпускной. Для меня важно стать психологом. И психологом не просто, но еще чтобы у меня были различные возможности для реализации своего потенциала. Я вижу престижную государственную службу. И, конечно же, хотелось реализовать, совместить эти два направления. Теперь держу путь в Тверь, в УФСИН России, по Тверской области, в СИЗО номер один. Выбирая, казалось бы, не женскую профессию. Тут и мужчине потребуется стальной характер и целеустремленность. Эти девчонки точно знали, чего хотят в жизни. Первый этап пройден. Дальше служба. Можно сказать, я пошла по стопамамы, которая уже работает в уголовно-исполнительной системе. И была рада получить офицерское звание и закончить Академию ФСИН России. Учиться непросто, но Академия научила меня быть сильной, мудрой, находить решения в нестандартных ситуациях. И Рязань, и сама Академия, она стала мне домом. И навсегда в моем сердце. Академия, как и любой негражданский университет, не просто вуз. Курсантские годы останутся в памяти выпускников, как самая настоящая школа жизни. У нас сегодня очень праздничное событие. В то же время очень грустное, потому что мы расстаемся с частью нашего коллектива. С золотым фондом – это наши выпускники. Я считаю, что и мы подходим именно таким образом. Наши выпускники отличаются от выпускников всех вузов Российской Федерации этого года тем, что они показали очень высочайший результат и особенность в том, что они распределяются в те подразделения, с которых прибыли. То есть они все 100% трудоустроены и будут осуществлять свой служебный, профессиональный долг по защите нашего Отечества, по защите нашего народа. И все это в правовом поле. Мы гордимся нашими выпускниками и уверен, что это взаимно. Выпускной в Академии богат красивыми традициями. В этот день к стеле, посвященной памяти выпускников вуза, погибших при исполнении служебного долга, возложили цветочную гирлянду. Попрощались со знаменем, прошлись маршем по плацу. Помогай! Шар! Илья! Шар! Праздничное настроение присутствующим задало выступление взвода девушек-барабанщиц. Участниц областных, городских, гарнизонных и ведомственных торжественных мероприятий. Одним из самых трогательных моментов стал традиционный лейтенантский вальс, как символ прощания с вузом. Дальше служба в разных уголках страны в уголовной исполнительной системе. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, селькомпания «Город». Очередной выпуск на этой неделе состоялся в одном из старейших и уважаемых вузов Рязани, Радиотехническом университете. Впрочем, помимо собственно праздничных мероприятий для высокого во всех смыслах гостя, временно исполняющего обязанности губернатора Павла Малкова, провели масштабную экскурсию с выставкой уникальной собственной аппаратуры. Добрый день! Сегодня в аудитории Радиотехнического университета совсем непривычный гость – Павел Малков, временно исполняющий обязанности губернатора. Экскурсию по вузу ему устроил лично ректор Михаил Чиркин. Вначале был музей, где руководители региона познакомили с историей РГРТУ. После – кафедры. Но просто ходить по кабинетам скучно, решили гиды. Поэтому в каждом Павлу Малкову не только рассказывали о разработках университета, но и показывали их. А похвастаться им было чем. Это проект по созданию наземного комплекса приема аэрокосмической информации. Мы это разработали полностью Радиотехнического университета. Заказчик «Энгуртайфун». Мы должны здесь, в этой лаборатории. Павел Малков признался, что в стенах вуза чувствует себя как дома. Сам закончил физико-математическую школу и технический институт. Поэтому здесь все привычно. Разработки, конечно, Павла Малкова приятно удивили. Не только своей новизной, но и разнообразием. От космических ракет до трехмерного лазерного сканера. Вот он на капоте автомобиля. 32 вращающихся лазера для геодезии, мониторинга и оцифровки. А знакомительный визит завершился в бизнес-инкубаторе. Вообще хочу сказать, что Рязани повезло. Здесь очень хорошая научная школа, высшая школа. Все вузы, которые должны быть, все есть, представлены. И готовы ответить на вопросы, предложения, если какие-то есть, услышите, поможут. И все, что надо отставить на площадке федерального оборонауки, всегда готовы получаться. Экскурсия была расписана по времени, поэтому вопросов успели задать не очень много. Однако все они были предметные. От любимых студенческих дисциплин Павла Малкова до потребности страны в технических кадрах и перестройки вузов в связи с этим. Мне бы хотелось, чтобы ученики уже со школы понимали свой какой-то дальнейший творческий путь. Куда они идут учиться, куда они потом могут пойти работать, что им там предложат, уровень заработной платы и прочее. На мой взгляд, это правильно. С другой стороны, понятно, что нужно обеспечить определенную гибкость со стороны вузов. Потому что очень быстро меняется потребность со стороны работодателей. Мы видим взрывной рост на некоторые специальности, рост потребностей. Но вузы иногда перестраиваются недостаточно динамично. Поэтому, я говорю, что нам здесь надо тоже более тесную связь выстраивать с этим вузом с работодателями и оперативно перестраивать набор специальностей. Здесь еще раз я прекрасно понимаю, что есть определенный вертикаль. Своей стороны готовы всегда подключаться. Клубы студенческого актива, студотряды и даже стрейкболисты. Кажется, в этот день Павел Малков обошел весь актив вуза. Выводы сделал на месте. Мы знакомились с территории университета с разработками. Договорились уже о некоторых конкретных внедрениях и использовании того, что здесь разрабатывается. На самом деле, очень здорово, что у нас есть такие места, где наука растет, развивается и потом уже внедряются у нас какие-то непосредственно проекты в жизни. Задача ближайшего времени, по словам Павла Малкова, понять потребности учебных заведений области. От этого и выстраивать образовательную политику и создать стимулы, чтобы перспективные выпускники оставались в развитой Рязани. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В доме Белого Аиста местечко Кораблино Рязанской области тоже праздник. Нелетная пара птиц Гоши и Руслана снова подарили потомство. Четыре аистенка растут быстро и уже скоро их ждет первый полет. Семейная пара аистов Гоши и Руслана в Рязанский дом Белого Аиста прибыли из Пскова несколько лет назад. У обоих непростая судьба. Руслана оказалась без части крыла, что равносильно отсутствию у человека пальцев на руке. У Гоши травма была серьезнее – повреждение сустава. Долгое время он оставался неподвижным. Но пара состоялась. Еще с 20 марта аисты активно строили домик для будущего потомства. А потом у пары появились четыре аистенка. Сегодня у нас, можно сказать, кульминация нашей работы этого года. У нас подросло наконец потомство от нашей главной размножающейся пары Гоши и Русланы. Четыре аистенка. Они через неделю должны отправиться в свой первый самостоятельный полет. Поэтому мы переносим их вместе с родителями из того вольера, где они все это время находились, в летний вольер. Летний вольер у нас без крыши. Птицы имеют возможность вылетать оттуда и возвращаться. То есть учиться летать так, как это происходит в природе. А их нелетающие родители, естественно, остаются внутри вольера все это время. Молодняк вместе с родителями отсадили в летний вольер, где птенцы смогут гулять, но главное – учиться летать. Позднее, когда аисты адаптируются к самостоятельной жизни, их выпустят в дикую природу. А пока что аистенков ждут исследования. У них возьмут специальные анализы, чтобы выяснить пол. По словам Антона Барановского, самцы аистов очень похожи на самок. И чтобы узнать, кто есть кто, необходим ДНК-тест. Еще сегодня мы берем у них анализы, чтобы определить пол. По поведению я предполагаю, что там у нас два мальчика и две девочки. Потому что, когда я подхожу, всегда два аистенка стоят и агрессивно пытаются меня ударить. А два ложатся и притворяются мертвыми. Ну, наверное, которые злые – это мальчики, а которые трусливые – это девочки. Но мы это проверим. И всех аистят мы метим металлическими кольцами с номером из центра кольцевания птиц в Москве. Для того, чтобы, если они кому-то когда-то в руки попадутся, информация была бы не потеряна, где эта птица была. Сегодня в доме белого аиста 14 воспитанников. Потомство от семейной пары Гоши и Русланы уже третье. По словам орнитолога Антона Барановского, главное, чтобы теперь динамика рождаемости была всегда положительной. Как минимум плюс один аист в год. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Чивыча, омуль, палту, стунец, зубатка, белорыбеца, а также натуральная икра – это, кстати, гордость продаж. Ее считают по-настоящему царским угощением. Здесь она продается на развес. Чивыча, омуль, палту, стунец, зубатка, белорыбеца, а также натуральная икра – это, кстати, гордость продаж. Ее считают по-настоящему царским угощением. Здесь она продается на развес. К слову, именно на этой выставке икру и любую другую рыбу можно попробовать. Прийти сюда может человек с любыми вкусами и желаниями. Рыбку купила, ну, горячего и холодного копчения. Приезжают периодически, ну, попадаю сюда, хожу. Я только копченую ем рыбу. Я люблю ее. А почему любите? За что? Ну, не знаю, мне нравится. Вкусно, я ем. И каждый раз жду, когда они приедут, и я у них беру икру. В продуктах с Камчатки нет консервантов. Все свежее и натуральное. В ассортименте в торговой точке есть и королева лососевых – чуыча. Эта рыба богата на витамины и микроэлементы, которые поддерживают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы. А чудный запах рыбы от приготовления на натуральном сырье, коре дуба и ольхи, а также яблоневых ветках радует всех покупателей. Чуычу я взяла первый раз, кусочек взяли. А какую рыбу любите? Всякую. Я вообще всю рыбу люблю. Уважаю. Вот чуычу делали бутерброд. На хлеб намазываешь масло, очень мелко повязываешься, застиваешься, и великолепно все получается. Я купила белорыбецу. Белорыбецу я у них покупаю, икру покупаю. Продукция хорошая. Я всегда жду с радостью. И для салатов, так и… Ну, очень жду я их. Я люблю грешницы. Не было в наше время, чтобы он прям пришел. А сейчас, слава богу, пенсия хорошая, на рыбу зарабатываем. На выставке продажи также можно будет приобрести икру с самого свежего вылова. Рыбка на ярмарке «Икра и рыба Камчатская», что называется, но любой вкус и кошелек. Успеть приобрести к столу рыбку горячего и холодного копчения можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. До 2 июля включительно. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» ждет вас. Партнер программы «Неделя в городе» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 27 июня по 2 июля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова